Возьмешь разбавитель, значит здесь разбавитель, кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем, деликатным, не полным погружением, деликатным. Взяла белильца, взяла сначала оранжевильца и оранжевильцами вскрыла в периферии холста. Потом взяла другую кисть, ну например такую, которую не очень жалко. Взяла белильца, взяла синильца и вскрыла центр, и где-то они там состыкуются. Количество краски, которое ты будешь набирать, должно быть таким, чтобы когда ты захотела мастихином придавить, было бы кого придавить. То есть не сильно давя, а вот так вот, распределительно, чтобы было что придавить. Хорошо? Вот это будет хорошее количество краски на холсте. Все, давай. Видите, что краски достаточно, ее нет вообще. Дополним розовизной. И на периферии один цвет с другим соединим вот этим. Я приблизительно, я приблизительно, а ты поднимись. То есть одно с другими, если перемешается, там зеленого нет, да, и духу нет. Ты увеличила желтоты, ну ничего. Значит, везде, где оно касается, розовый. Розовый съедает зеленый. Согласна, да? Пройтись. Коричневый-розовый. Коричневый-розовый. И пальцами создаешь вот такие баловствятины. Дымчатого звучания. Дымчатого звучания. Линия горизонта у нас высшей середины будет. Если мы в самой середине, будет скучно. Чуть выше середины, тем более, что у нас здесь есть предмет, он равновесит. Берешь раз белый, и там тоже набрасываешь облаченники. Сначала будет сделано все. Вот в таком ключе. То, что у меня будет зеленый, сюда выходить. Нет, зеленый желательно губить розовым. Ты желтого нас швыряла, конечно. От души. От души. Но мы с тобой потом зеленый немножко съедим. Второй ход, который у нас будет в картине, это вот такой. Ты будешь брать разбелый желтого. И укладывать раздавлено краску. Она ляжет сиятельно. Вот мастихин, его же не надо давить. Смотри, раздавливаем краску до вот этого малого сиятельного слоя. Потом сверху на все это, на все эти полутона и полузвуки, на все эти полутона и полузвуки, будут приходить вот какие облака. вот такие. Вот таким дракончиком уложенные. Где-то подснабженные. Большей светлотой. Раздавлено. И у тебя будут... Каких только облаков не будет. Ладно? Угу. Потом повернешь, симметрию немножко накидаешь. Угу. Вот, перепели. А-а-а. Вот. Ну а потом мы эту симметрию съедим вот таким способом. Когда мы все это накидаем, вот представь себе, что наоборот. Да. Мы в воде дадим легкое настроение вертикалей. И у нас появится поэтичность разницы надводья и зазеркалья. Потом на это вертикальное зеркало ляжет горизонтальный, пару горизонтальных звуков, в том числе и лодка. Можно без лодки? Можно, конечно. И готов бель-бель-берей. Вот, готов. Да. Ну, только это будет внизу. Понятно. А, понятно. То есть ты уже занялась отражением, да? Да, нормально. Так, но ты же здесь толком ничего. А я перевернула на ту сторону. Посмотрите, линия горизонта у нас будет выше середины. Да. Значит, у нас должна быть, хоть что-то должно появиться наверху и хоть что-то должно отразиться внизу. Вот ты когда рисовал, вот это же пятно, это же твое, да? Вот что ты, когда ты его рисовал, что ты рисовал, что ты подразумевала? Я хотела вот здесь светлое делать. Подожди, светлое вот здесь. А. А, понял, понял. Но оно же после синей трубы. Надо же, и это тоже рассадать. Ты рисуешь, пожалуйста, композицию. Ты рисуешь портрет облаков. Портрет данной компании облаков. Больше там некого рисовать. Поэтому ты же, пожалуйста, дай внятный рисунок. Ну, чтобы это была не каша, а вот именно этот конструктив. Ну, я просто перевернула, хотел здесь попробовать. Хорошо, хорошо. Значит, соблюдай дисциплину рисунка. Если ты уже не можешь туда занести синий, значит, вытереть. Снова взяться за синий. И все-таки занести его там, где он должен быть. Я хочу, потому что я тоже замазалась. Давай, давай. Рисунок соблюдать. Смотри, пытаюсь создать разнообразие. Потому что очень уж однообразные движения на толсте. То есть как бы вот формат без искусности. Можно чистую тряпочку? Извините, пожалуйста. Смотри, какое касание одного петна к другому уже усложнилось. сиреневый, то есть розовый, розовый, синий тоже нагнать. С одной стороны, с небом очень легко, потому что совсем точного рисунка не нужно. зато зато нужно с хитринкой, с какой-то игринкой. То есть небо – это и дымчатые проявления. Дымчатые вот мы сейчас делаем. Смотри, что делается. Смотри, что делается. Что же делается? человек должен восхититься исполнительством, а здесь есть повод дать ему это исполнительство. Честно говоря, я восхищаюсь. Смотри, подожди, нет. Правда? Не, 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 не по этому. Потому что если ты будешь только кистью сухонько повторять, послушай, послушай, то ничего интересного даже у высокого мастера не произойдет. Поэтому здесь есть возможность быть почти мастером. Ну, выглядеть мастером. Потому что ничего сверхъестественного в рисунке таких вещей, но на них нужно решиться. Ничего сверхъестественного в рисунке таких вещей нет. Но нужно вот решиться и еще и наблюдать, что оставить. То есть довериться некому своему вкусу, что я могу из этого оставить. А что еще буду писать, еще буду искать. Посмотри, посмотри. И когда все вот это будет перекрыто уже мастихиновыми, вот вот такими красотками, плотно заслоняющими. Игорь, а можно вас попросить один раз поставить руку? У меня не получается вот этот мастер. Пальцем его видите? Я пальцем делала, у меня не получается мастер. Дракончик? Дракончик. вот вас вижу, я понимаю, что наверное это у меня не получилось. Ну давай. Значит у тебя есть возможность вот этого дракончика, который сползает оттуда, вот здесь накидать. объясните, я вот эту часть рисую, да? Смотри. Значит мы берем меру краски достаточную, чтобы отсюда прогнать ее аж туда. сильно я не жму, ты сильно жмешь. У меня все, смотри, у меня рука на самом деле в очень легком состоянии. Вот смотри, я ничего такого сверхъестественного по надавливанию не делаю. Я просто рачительно сбрасываю круча красочку. Ну ты еще раз брей положи. Брей не так естественно брить вот так. Рука рука человека подожди рука человека кроме вот этого действия способна еще и вращаться. Ты понимаешь? Ну кася. Не жми сильно. Ну правильно. В общем-то все правильно. Единственное, не суетно делай, а вот как бы успевая смотреть, что получается. Не суетно. Потом ты вытерла, подраздавила и они сели в среду. Да. ну вот здесь потренируйся потом повернешь и продолжишь. Хорошо? Сбривай снова делай. Они такого приятного розового цвета у тебя пока неприятного. Так. Дырчатости не хватает. Хорошо что хоть розовый получился. смотри после этого я раздавливаю красочку она становится там. То есть она перестает вот это и прилично быть здесь а то и неприлично. Берем красивый тоже берила не подготовила. Да уже съела я уже съела подожди ты же видела что я к тебе приближаюсь. А я была в второчестве я рисовался розовый цвет. Много она бывает и темная и желтая и оранжевая много. он конечно приятный розовый огонь У меня вся проблема была в кадной краске, если бы вот она была, то было. Значит близкий к нему получается из розового с желтым. Ну так надо же, чистые места. Ты видела, что я создавал чистое место? Смотри, смотри, я создавал чистое место, чтобы цвет действительно мог прозвучить. Сразу его же. Зеркально работать. Угу. 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 Ой. Угу. И картину вытекала себя. Ха-ха-ха. Я сегодня принесла две рубашки с басной. У меня как бы не некогда было домой доехать взять, я так неожиданно все это дело не организовалась. Вот тут получился остров, а не облака. Угу. Слишком конструктивный. Ты видишь, ребята-то неконструктивные. Тут я, видишь, пыталась создать облачность. Ребята, они неконструктивные. А у тебя остров произошел от того, что у него слишком геометричная форма. Они неконструктивные. Вот такой сенький. Классно. Красный. Такой, как вообще просто. Сколько красных? Оттенков. Даже не красных, красных раздвои обчелся. Да, оттенков сколько просто. Я там увидел чуть-чуть этого, но решил добавить. Нам нам не видно, очень хорошо. Для богатства. Классно темнее идет. Да? Хорошо они выскочили. Я там увидел только маленькое. Намек на него. Там есть. Намек на него. Но я его сознательно преувеличиваю. Потому что красиво. И более живописно. Ух. 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 Вещество положить? У тебя же вещество там нет. Мы ж затерли. Ух. 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 Пусть закрутелек здесь сияет. Преувеличил тоже. Некуда поставить, мне кажется зарядка кончилась, не секундочку оба залива. Только здесь не надо, а там все розетки твои. Сейчас немножко поставлю и выставлю. Я считаю, что у нас лучше. У нас жизненная радость как-то тревожная. Теперь старайся переверни и старайся то же самое. Спасибо. И помни, что в итоге все должно стать вот таким. Внизу, внизу, да. Внизу все должно потом стать вот таким. Именно внизу, как стекло. Стеклянно вот так должно стать. Оно будет сразу отделяться от надводья. И когда особенно появятся еще и первые признаки. Ряби. Ряби. Так и вовсе станет ясно с чем мы имеем дело. Вовсе сейчас. У-у-у!